здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала сегодня проведу небольшой видео обзор специально для f магазин точка ру а сегодня вам расскажу про крутую миноху от мегабас и так данная модель называется мегабас one pen max lb а сейчас по порядку расскажу что здесь вообще есть интересного что она из себя представляет для тех кто не знает из названия давайте расшифруем в антен это знаменитая серия мегабас я думаю очертания узнаются в этом воблере макс означает то что этот воблер самой большой серии в антен его длина 135 миллиметров и в конце приставочка lbo означает фирменную систему дальнего заброса от мегабас в данном конкретном случае здесь установлено lbo второго поколения то есть более улучшенная тоже далее про нее поговорю как заявляет производитель воб воблер заглубляется до 1,8 метра и имеет заявленный вес 21,2 грамма как могли заметить он у меня уже такой изрядно потрепанный бывал в щучьих баталиях ловил рыбу в общем он себя проявил вот проявил как боец что хотелось бы отметить ну феноменальное качество изготовления воблеров мегабас как бы кто бы что про них не говорил ребята стараются совершенствуются очень классная расцветочка матайгер которые вот сейчас перед вами матайгер один из моих любимых цветов ловлю я предпочтительно на матайгер летом то есть осенью я перехожу на натуральные цвета и на железо вот кислотники в матайгере вот хорошо проявляют себя буквально после запрета в первых числах июля и вот такие вот крупные мину позволяют вот саживать из болот в принципе довольно умеренную щуку 2-3 килограмма собственно для этих целей он и покупался это такой так скажем прямой конкурент 130 рудри 130 рейнджу наверное скорее ближе к рейнджу заглубляется он но типичная классика но написано до 1,8 то есть там ну где-то можно до 2 его заглубить но в среднем 1,6 он идет то есть полторашечку он держит то есть где его применяем применяем на русле где допустим летом вода немножечко из-за течения подостывает и щучка держится где-то там в термоклине то есть на на границе холодной горячей воды и по уверениям многих то есть она летом не ест я не знаю я не согласен с этим летом она прекрасно ест просто нужно приезжать очень рано и и ловить и вот такими крупными ножками можно попытаться опять же скажу попытаться то есть попытаться отсечь мелочь но все равно мелких щук он ловит там те же самые шнурки полкило 700 грамм на него проскакивает но что хочу сказать как бы и поимки 2 килограммов щучек тоже на него не редкость то есть есть какой-то эффект а пословицы большому рту большой кусок ну давайте сейчас его поднесу поближе рассмотрите детальнее надпись стилизованная крючочки здесь вот эти два родные передний по моему я менял что-то что-то с ним случилось то лежал отломалась в общем крючки здесь вот эти даже два можете заметить то что здесь стоят нормальные крючки бородками вовнутрь они как не на обычном а в антенне бородками наружу лопатка здесь тоже усиленная то есть обычный 110 у нее тоненькая лопатка и многие жаловались то что ну она отламывается да есть такая беда у обычных в антеннах здесь этот дефект устранен общее очертание сплюснутая вот эта передняя часть высокий типа как каната да вот здесь вот допустим он нам напоминает если вот так закрыть у него наоборот вот здесь сплюснута хвост расширяется для чего это сделано но инженеры мегабаса как-то попытались его так скажем укрупнить в масштабе не жертвуя чем-то там отдельным а вот это утолщение это просто сюда впихнули камеру для системы lbo и что это такая за система давайте сейчас я просто ее продемонстрирую это принципе самая такая главная фишка по которой я купил именно вот а в антенн лбо а не какой-то там другой воблер да например система дальнего заброса рейджи мне очень вообще не нравится то есть я его продал ну буквально вот из-за этой системы дальнего заброса то здесь она на голову просто выше сейчас продемонстрирую в общем соль система кто не понял там весь смысл то что цилиндр на маленьких-маленьких микро подшипниках таких установленных типа как бы в ряд перемещается по капсуле то есть вот здесь широкая капсула и то есть получается у него такая то есть очень большая а импульсивность то есть придали импульсом полетел на шарах то есть у него там очень низкий коэффициент трения то есть никакие шарики в изогнутой камере где там надо ну попытаться их сдернуть сначала чтобы они полетели нет здесь придал импульсом полетел и тем самым увлекает приманку за горизонт летун он действительно очень классный мне этим понравился ну принципе можете заметить да воблер половил щучку вот активно я им пользовался впечатление у меня только хорошее лопата на месте то есть ничего не заклеил не подклеивал вот он выжил вот и в принципе надеюсь продолжит мне приносить щук я очень доволен то что остановился действительно на нем они на ререндже допустим потому что ну я знаю многие ререндж уважают и в принципе как бы я ничего не имею против просто в моих руках ререндж почему-то не заловил а вот такая приманка мне очень пригодилась на этом я думаю можно завершать видео обзор всем советую покупать по летней щуки по крупной щуки пытаться ее искать летом все же они сидеть под кондиционером вот всем отличных рыбалок у меня на этом все ставим лайк пока пока